Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальные интервью». Сегодня у нас в гостях педагог-психолог средней общеобразовательной школы номер 41, член Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Евгений Сазонов, который совсем недавно, буквально в начале октября, стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Россия-2020». Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Во-первых, мы поздравляем вас с этой значимой победой. Немного расскажите вначале о самом конкурсе. Впервые ли вы принимали участие в конкурсе подобного уровня? Впервые для меня само это участие, уж тем более, потому что я стал лауреатом, стал неожиданностью, потому что я работаю в школе всего лишь два с половиной года. Для меня это очень быстрый какой-то скачок произошел. Сам конкурс, он проводился на территории всей России, был региональный этап, где я стал представителем от Севастополя лучшим. Более 10 психологов принимали участие в этом году. И из всех регионов России эти лучшие потом соревновались в тяжелой борьбе за победу, и я стал лауреатом. В каком именно формате проходил конкурс? Это был онлайн-формат, и сколько всего было участников, сколько у вас было конкурентов среди психологов России? Региональный этап мы застали еще до карантина, прям впритык. И он был в очном формате. К сожалению, федеральный этап проводился дистанционно. Это, конечно, немножко уменьшило то, что могло бы там быть. То есть цель этого конкурса – это еще и знакомство выдающихся профессионалов, обмен опытом, людей из разных регионов. Но, тем не менее, в дистанционном формате мы тоже смогли познакомиться. Это количество участников было, по-моему, 65 из разных регионов России и 15 лауреатов, которые были признаны лучшими. Расскажите о той работе, которую вы представляли на конкурсе. Ваша презентация, как известно, стала лучшей среди презентаций финалистов-участников. Какую вы выбрали стратегию развития в профессиональном становлении и на что делали упор в этой своей самопрезентации? Да, ну, наверное, здесь сказался опыт того, что еще в студенческие годы я делал маленькие видеоролики для своего курса, посвященные нашему университету. Я оканчивал Крымский федеральный университет Вернадского по направлению психологии. И вот как-то с душой подошел к созданию этого ролика, захотел передать какие-то эмоциональные моменты, которые есть в моей работе. И, наверное, искренность – это то, что очень важное качество для психолога. Мне кажется, именно это оценили организаторы конкурса и признали мою презентацию лучшей. Вы сказали о наиболее важных, наиболее трогательных моментах в вашей работе. Какие это моменты в работе школьного психолога? Что вы можете об этом сказать, что вы можете отметить, уже исходя из своего опыта? Потому что за два с лишним года практика, я думаю, накопилась в определенном объеме. Практика работы со школьниками, с детьми. В работе приходится сталкиваться с очень разными ситуациями. Некоторые из них позитивны и наполняют тебя энергией, желанием работать. Некоторые совершенно тебя дестабилизируют и очень трудны. У меня был случай, когда просто это была первая неделя моей работы в школе. И ко мне в кабинет зашла девочка с окровавленными руками. Это было шоково для меня. Это было не то, к чему я был готов, не то, что я планировал увидеть в школе. Оказалось, что теория и практика очень сильно расходятся. И школа — это не только работа школьного психолога, не только тесты, не только какие-нибудь проверки, документы. Это еще и реальные ситуации, с которыми обращаются дети. Они бывают очень сложны. Те дети, которые ко мне приходят, они обычно ходят после этого в продолжительное время. Мы становимся друзьями в некотором смысле с ними. Мы много проводим время в общении. Это и курс психологии, который я преподаю в 10 классе. Это и просто те дети, которые приходят со своими проблемами. И мы становимся как бы близки эмоционально. И это очень помогает в работе. То же самое ты видишь результат своей деятельности. Ты видишь, что эти дети решают какие-то свои проблемы в отношении с родителями, в отношениями с младшими детьми, с учебой. И они благодарны. То есть, допустим, в этом году выпускники постоянно звонят уже теперь с разных уголков России для того, чтобы выразить благодарность. Потому что оказалось, что то, что я делал, в общем-то, отчасти и в свое удовольствие, ту работу, оказалось, что она очень полезна для них. Я имею в виду те знания, которые я им давал. Как часто ребята обращаются в индивидуальном порядке? Они обращаются каждый день. И сегодня, поскольку я здесь, ряд из них не смог обратиться. То есть, это каждый день практически один за другим. Ну, минимум три человека. То есть, это бывает, конечно, категория одних и тех же детей, проблемы которых серьезные. Или они обращаются, для них сейчас это очень важно. Бывают совершенно внезапные какие-то ситуации. Поэтому дети обращаются каждый день. Где-то от трех консультаций в день я провожу. Вы уже начали говорить о тех качествах, которыми должен обладать современный педагог-психолог России. Одно из них вы выделили. Что вы можете сказать еще? Каков обязательный набор качеств для представителя вашей профессии? Это, конечно, очень индивидуально. Все мои коллеги очень разные. Специалисты в своих направлениях. Да, у них есть свои фишки, если можно так сказать, в работе. Я сегодня утром, вот идя на интервью, что-то так задумался, что все-таки Джоан Роулинг — великий писатель. Да, и если задаться вопросом, а кто же работает психологом в Хогвартсе, то окажется, что это Хагрид. Это тот персонаж, к которому дети приходят, к которому они рассказывают какие-то вещи важные для них. И в моей практике личной, да, вот это такой некоторый пример для меня. То есть это тот, кто готов принять, готов выслушать в любой ситуации, без осуждения, без шока на лице. И хранить иногда тайны этих детей, да, потому что они очень остро реагируют на предательство. Иногда дети приходят, и у них мольба. Только не говорите родителям, да, или только никому не рассказывайте, учителям или их одноклассникам. Вот, и для них это очень важно. Однажды придав их доверие, больше эти дети никогда не приходят. Поэтому очень важно быть искренним, принимающим детей такими, какие они есть. Говорящее о них, говорить о них то, что ты планируешь в них увидеть спустя годы. Чтобы формировать их отношение к себе, такое, как оно должно быть. Конечно, интересно узнать, почему именно на эту профессию в свое время пал выбор. И изначально вы стремились работать именно с детьми, или это пришло уже с годами в процессе обучения профессии психолога? У меня был непростой путь в эту профессию. Изначально я поступил в медицинский университет в Симферополе. Учился там некоторое время, впоследствии увлекся психиатрией. И изначально еще учился какое-то время в Севастополе на педагога. В общем говоря, поменял много вузов, искал себя. Я детям говорю, не бойтесь этого. Лучше так, чем потом годами учиться в университете, на профессии, на которой ты не планируешь дальше работать. И вот в конце концов попал в Крымский федеральный университет, на факультет психологии. И, наверное, преподаватели замечательные, которые там были, они не сразу. Но вот где-то со второго курса во мне возник такой интерес к психологии, любовь к этой профессии. Хотя после окончания вуза тоже не сразу я смог найти работу. Это оказалось не так просто, как кажется. Все двери казались закрытыми. И я работал где угодно, но только не по профессии. В какой-то момент я понял, что я просто не развиваюсь. Я люблю психологию, я хочу быть полезным, нужным, эффективным. И мне посчастливилось найти вакансию в школе. Я думаю, может быть, это какая-то временная работа для меня. Но психология и школа очень сильно затягивают. И ты уже эмоционально связан с этими детьми. И возвращаясь к тем проблемам, которые существуют у наших современных детей, подростков. Чаще всего с какими вопросами они приходят, чего они касаются взаимоотношений в семье, взаимоотношений среди сверстников или, может быть, какие-то личные проблемы, потому что у подростков они тоже начинают возникать. Первая любовь, первые переживания, все, что связано с этим. Что чаще встречается? Вот вы все перечислили. Дети обращаются с очень разными ситуациями. Если мы говорим о подростках, а больше, конечно, обращаются подростки, все-таки маленькие дети, обычно мы за ручкой их приводим в кабинет. Это проблемы отделения от родителей, сепарации. Этот процесс, который обязателен в подростковом возрасте, является критерием нормальности развития. Это пугает иногда родителей, это пугает самих детей, это вызывает конфликты, недопонимания. Драмы в подростковой влюбленности, в их отношениях, ранняя половая жизнь, вредные привычки, которые для детей также страшны, они пугают их, они обращаются с просьбой помочь им, проконсультировать. Суицидальное поведение, все мотивы самоповреждающего поведения, порезы, пищевые расстройства, то, что обостряется в кризисные периоды жизни, в том числе и в периоды сдачи экзаменов. Дети, которые имеют неврологические или психиатрические заболевания, им особенно трудно учиться в школе, для них нужна особая поддержка школьного психолога. Работая с детьми, вы сами каким образом продолжаете свое профессиональное совершенствование? Остается ли на это время, потому что работа вы еще и преподаете, психологию остается ли время на то, чтобы проходить какие-то курсы повышения квалификации и просто читать новую литературу, которая появляется в этой области? Хочется ответить односложно. Нет, времени нет ни самосовершенствоваться, не посмотреть со стороны на себя. И, конечно, такой маленький мой лайфхак. Я, собственно, начал преподавать психологию. Сейчас это уже как бы обязательный предмет. В 10 классе они все приходят. Именно с целью повторения знаний и научения чему-то новому. У меня всегда есть заготовленная тема по плану, но я предоставляю им возможность, говорю, спрашивайте, какая тема, допустим, сегодня вы хотите, чтобы я осветил. Последний раз они спросили, мы хотим узнать, как не поддаваться влиянию. У нас была тема о влиянии. Я начал вспоминать все то, чему меня учили. В процессе достраивать недостающие знания, какую-то картинку, они очень намного наталкивают. Вот это такой элемент саморазвития. И сейчас я учусь по программе «Учитель истории общества знания». Буду учусь-то, я докончу в мае, а преподавать я уже должен с ноября. Поэтому времени не хватает и приходится заниматься очень многим. Сейчас психология очень развита. У нас очень много специалистов в этой области, очень много разных направлений, авторских технологий и путей развития. На каких авторов конкретно ориентируетесь вы и какая модель вам более близка? На самом деле, да, психология — невероятно обширная наука. Мне кажется, я знаю каплю в море всей теории. Это очень зависит от личности педагога-психолога, вообще психолога, какую модель и какие теории он считает предпочтительными для себя. Мне очень понравилось высказывание Виктора Франкла, такой вот был психолог гуманистического направления, которого однажды спросили, «Как вы считаете, какое направление психологии самое лучшее?» Он сказал, что это ерунда задавать вопрос, потому что это то же самое, что спросить, какой ход в шахматах самый лучший. Я всё-таки, вот моя любовь, наверное, со студенческих лет — это психоаналитическое направление работы Зигмунда Фрейда, британский психоанализ, экзистенциальная психотерапия, французская школа Лакан и подобные направления. На самом деле, это очень обширный список, и иначе невозможно, потому что совершенно разные ситуации. Ребёнок приходит, рассказывает свой страшный сон, приснившийся ему, я понимаю, что я должен повторять юнга и работать через юнгианскую технику. Либо же это родители, у которых дети вошли в возраст 3-4 лет, и я понимаю, что здесь нужна консультация с точки зрения дедушки Фрейда. Всё по-разному. Евгений, я благодарю вас за беседу и желаю вам новых успехов и удачи в вашей деятельности, крайне необходимой, особенно в наше время. А зрителям напомню, что сегодня гостем нашей студии был педагог-психолог Средней общеобразовательной школы номер 41, член Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства, педагог-психолог России 2020 Евгений Петрович Сазонов. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин